Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги царей. И сегодня мы будем читать 18 главу. В начале 18 главы говорится о союзе Инофана и Давида. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Инофана прилепилась к душе его и полюбил его Инофан как свою душу». Синодальный перевод он этого не передает. Но в еврейском оригинале мы видим, что когда Инофан полюбил Давида как свою душу, имя Инофана расширяется. Например, Авраам был когда-то Авраамом, стал Авраамом. И вот к имени Инофана тоже прибавляется некий предлог, который свидетельствует о том, что дружба с Давидом усиливает духовные качества в этом человеке. То есть происходит не умоление Инофана, а его духовный рост наблюдается. Дай Бог нам таких друзей и дай Бог таких друзей нашим детям, которые бы расширяли бы их нравственные и моральные качества, чем нежели губили бы их нравственные и моральные качества, что происходит значительно чаще. Как сказано, что худые сообщества развращают добрые дравы. «И взял его Саул в тот день, то есть в день, когда он с отрубленной головой Голиафа пришел и пристал пред царем, и взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Инофан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу». Ну, нельзя было не влюбиться в такого человека, как Давид, который был совершенным во всех отношениях. Он вдохновлял людей, которые общались с ним. «Помяни, Господи, царя Давида и всю крутость его». «И снял Инофан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Ну, во-первых, Давид сам одевался очень скромно. Ну, кем он был? Пастухом. И то, что Инофану такую экипировку ему дает, он как бы вводит его в мир царственных мужей и облачает в эти одежды. Но то, что дает Давид Инофану, значительно больше, потому что он сообщает ему некие духовные качества, ибо расширение имени в Библии означает именно духовный рост. «И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми, и это понравилось всему народу и слугам Сауловым». То есть Давид стал любимчиком при дворе, и все с восхищением смотрели на этого победителя Голиафа, героя последней военной кампании против филистимлян, когда их полки были рассеяны. Но далее говорится о том, что Саул меняет доброе отношение к Давиду на некое подозрительное отношение к нему. Ведь мы уже как бы с вами выучили характер Саула, видим все несовершенства его, впрочем, воздавая должное его и положительным качествам, которые мы у него тоже обнаруживали. Но здесь мы читаем о некой проблеме. «Когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимляненом, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу-царю с пением и плясками, с торжественными темпанами и с кимвалами». Ну, немножко непонятно, почему сказано, что они шли, там не ехали, а именно шли. Имеется в виду, что они хотели с народом поделиться радостью этой победы, они оставляли своих коней и там мулов. Тогда коней, кстати, почти не было в еврейском народе, это при царе Соломоне, а там были в основном другие средства передвижения, попроще. Ослы, ослицы и так далее. «И восклицали игравшие женщины, говоря, «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И вот, когда Саул это услышал, что такое предпочтение отдаётся Давиду, он возревновал. «И Саул сильно огорчился», читаем мы далее, «И неприятно было ему это слово, и он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достаёт только царство». Хотя это был чистый фольклор, когда люди так воспевали. Давид, конечно же, не убил десятки тысяч, это такая поэтическая метафора. Но Саул начинает напрягаться. Он сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И с того дня, и потом, подозрительно смотрел Саул на Давида. Почему? А Саул знал через пророка Самуила, что Господь избрал уже другого человека. И он, в принципе, мог подозрительно относиться к любому, и к сыну своему даже. А Давид такая яркая личность, и он в нём начинает чувствовать угрозу. «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своём, а Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни. В руке Саула было копьё, и бросил Саул копьё, подумав, пригвожду Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него. То есть Давид не перестаёт играть, он просто два раза уклоняется. В одну сторону, в другую сторону. И копьё не достигает цели. В апостольских постановлениях говорится, «Не будь ни злонравным, ни гордым, ибо гордым Господь противится. Не различай лица на суде, ибо суд – дело Господне. Не питай ненависти ни к одному человеку. Обличи брата твоего, и не поресёшь за него греха. И обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Избегай всякого порока и всего подобного ему, ибо сказано – удаляйся от неправды, и трепет не приблизится к тебе. Не будь гневлив, независлив, не ревнив, ни неистов, ни дерзок, не разделяй чувства Каина, Саула и Иоава, ибо первый убил брата своего Авеля за то, что тот оказался предпочтён Богом, его жертва была принята, жертва Авеля. Второй, то есть Саул, гнался за святым Давидом, победившего филистимлянина Голиафа, потому что позавидовал слабословию танцующих дев. А третий погубил двух военачальников Авенира израильского и Амессия иудейского. Это уже про Иоава. То есть зависть — это чувство очень опасное. Почему человек начинает какие-то интриги плести по отношению к другому человеку? Единственный стимул — это зависть. Хотя самому человеку кажется, что он должен разоблачить лицемера и показать его как бы всю подноготную. Запомните, братья и сёстры, если вы слышали, что какой-то человек злословил другого человека, вот вспомните последнего человека, который в вашем присутствии злословил другого человека. Что бы он ни говорил о другом человеке, злословящий рассказывает о своих грехах и преступлениях. На этом настаивает святитель Григорий Богослов, когда он учит человеку свойственно в своих грехах обвинять других людей. Как есть такая притча, три монаха сидели в саду монастырском и увидели, как один монах перепрыгнул через стенку и куда-то побежал. Один из них подумал, блудить побежал, второй подумал, воровать побежал, третий подумал, он занимается благотворительностью тайно, ночью, чтобы никто не видел, чтобы, как в Писании сказано, левая твоя рука не знала бы, что творит правая. То есть человеку свойственно проецировать на других свое падшее греховное состояние. Поэтому, кто бы, кого бы, в чем бы не обвинял, человек на самом деле обнаруживает латентные склонности к тому, о чем он говорит, в злословии других людей. И вот Саул свое коварство спроецировал на Давида. Он думает, что Давид будет злоумышлять, против него некий заговор, поэтому сам начинает злоумышлять, как бы погубить Давида. Но отношение народа всего Израиля и Иуды не менялось и к Давиду, его очень любили. И далее мы читаем, «И стал бояться Саул Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступал. И удалил его Саул от себя, и поставил его у себя тысяченачальником, и он выходил и входил перед народом». Что значит «выходил и входил»? Он все время выполнял какие-то поручения царя. «И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, то есть осторожно». Как сказано в Писании, «Не подавайте повода, ищущим повод». И Господь был с ним. И Саул видел, что он очень благоразумен и боялся его. То есть Саул хотел его уловить в какой-то ошибке, в какой-то неточности, в каком-то грехе. И ничего не получается. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он выходил и входил пред ними. То есть царь-то там где-то сидел в своем дворце, а Давид все время общался с народом. И авторитет Саула падал, а авторитет Давида усиливался. И сказал Саул Давиду, «Вот старшая дочь моя, Мирова, я дам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди войны Господни». Ибо Саул думал, пусть не моя рука будет на нем, но рука филистимлян будет на нем. То есть если он будет вести войны Господни, сам царь не будет ходить на эти войны, то скоро филистимляне отомстят Давиду за Глефа. Но Давид сказал Саулу, «Кто я и что жизнь моя и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя». То есть Саул с одной стороны подвергает его серьезной опасности, а с другой подкупает тем, что отдает свою дочь за него. Давид как бы разгадал этот маневр. А когда наступило время отдать Мирову, читаем мы далее, дочь Саула Давиду, то она выдана была в замужество за Адриэла из Михола. То есть Саул решил еще и поиздеваться над Давидом. Но если ты говоришь, кто ты, чтобы быть моим зятем, ну ладно, я ее отдам другому. И женою Давида становится другая дочь Саула, Мэлхола, которая является образом нечуткого сердца. Это была как бы месть Саула Давиду подсунуть такую свою бесчувственную дочку ему. Хотя она проявила чувство к нему, к Давиду, потому что нельзя было не любить Давида. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мэлхола, это символ духовной невосприимчивости. Об этом мы будем говорить отдельно. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Он знал ее характер и он знал, что она создаст проблемы для Давида. Поэтому ему стало приятно. Потому что в каждом другом случае он очень переживал, когда у Давида все было хорошо. Саул думал, отдам ее за него и она будет ему сетью. И рука филистимлян будет на нем. То есть она будет на него сетью, будет его мучить. Он чаще будет убегать из дома на войну и рано или поздно филистимляне до него доберутся. И сказал Саул Давиду, через другую ты породнишься ныне со мной. То есть сеть такую расставил. И приказал Саул слугам своим, скажите Давиду тайно, вот царь благоволит к тебе и все слуги его любят тебя. и так будь зятем царя. Ну, чтобы немножко как бы скрыть свою агрессию. И передали слуги Сауловы в уши Давиду все эти слова и сказал Давид, разве легко кажется вам быть зятем царя? Я человек бедный и незначительный. Ведь когда он становится зятем царя, у него усиливается количество неприязни по отношению к нему. Число врагов становится больше, потому что завистники всегда очень болезненно реагируют на возвышение человека, который им неприятен. А неприятен он потому, что они в нем не видят своих грехов и мстят ему за это, поливая его грязью, а по сути дела рассказывая о своем собственном нравственном состоянии. Поэтому, если кто-то говорит, что вы там нетрезвый человек, что вы нецеломудренный человек, что вы вороватый человек, на самом деле они рассказывают о себе. И это характеризует тех людей, которые нападают на вас, а не вас самих. Поэтому апостол Павел говорил, мне все равно, как обо мне судят другие люди. Более того, апостол Павел говорил, горе вам, если все говорят о вас хорошо. Потому что мир возле лежит, если мир не будет реагировать на наш духовный рост, это странно. И донесли Саулу слуги его и сказали, вот что говорит Давид. А Давид сказал, что тяжело быть так скажите Давиду, царь не хочет вена, то есть выкупа за невесту, кроме ста краеобрезаний филистимских в отомщении врагам царя. То есть это единственный выкуп за невесту. Да, это царская дочь, поэтому надо пойти убить сто филистимлян, обрезать их и эти обрезания в корзинке принести, как свидетельство того, что точно убил сто человек. Ну, как в Северной Америке там скальпы снимали, потом за эти скальпы получили деньги, а тут краеобрезания. Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян, потому что он знал, что они хотят отомстить за Голиафа. И пересказали слуги его, то есть Саула, Давиду эти слова, и понравилось Давиду сделаться зятем царя. Давид воин в своей душе. Сначала он оберегал бессловесных овец, теперь он воюет за народ Божий. Еще не прошли назначенные дни, как Давид встал и пошел сам, и люди его с ним, и убил двести человек филистимлян, и принес Давид краеобрезания их, и приставил их в полном количестве царю, чтобы сделаться зятем царя. Ну, в жарком климате, наверное, все это страшно воняло, вот ты хочешь краеобрезания, на, тебе представили под твой нос. царяобрезания, Саулу некуда деваться, и выдал Саул за него, Мэлхолу, дочь свою, за мужество, и увидел Саул, и узнал, что Господь с Давидом, он не просто одолел сто человек, он одолел двести человек, и что Мэлхолу, дочь Саула, любила Давида, и такая бесчувственная, об этом будем говорить далее, она проявляла к нему любовь, значит, действительно, он всех очаровывал вокруг себя Давида, и стал Саул еще больше бояться Давида, и сделался врагом его на всю жизнь, то есть до конца своей жизни, он теперь ненавидел Давида, и когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Сауловых, весьма прославилось имя его, то есть когда начинается очередная война, Давида не бросается легкомысленно на врагов, он проявляет разумную стратегию, выступая против них, потому что когда человек живет эйфорией от каких-то своих прошлых достижений, он может очень легко обмануться, когда ему кажется, что всякий раз Господь будет его благословлять, а потом раз и потерпит поражение. Итак, мы оканчиваем 18-ю главу, и мы прочитаем высказывание Симеона Новобогослова, это из его катехизиса. «С чего же Саул старался схватить и умертвить Давида, которого прежде почитал как самого себя и весьма любил как благодетеля? От природы или от злого произволения? Очевидно, что от дурного произволения». То есть Бог не вкладывает в нашу природу вот ту агрессию, которую иногда мы проявляем и зависти по отношению к другим людям. «Ибо от природы никто не был злым, поскольку Бог не есть творец злых дел, но весьма добрых, будучи весьма благим, причем не по положению и произволению, но по природе истине». Действительно, благой Бог и людей сотворил благими, как мы читаем в Библии, в книге Бытия, когда Бог создал человека, то Бог сказал, что теперь все весьма хорошо. И если человек становится таким агрессивным, таким коварным, это его выбор, это его решение. Это не значит, что Господь попустил злому духу его удручать, и он поэтому стал плохим. Господь и попустил злому духу удручать Саула, чтобы показать Саулу его реальное, нравственное состояние, его падение. Саулу